Карусель, карусель, это радость для нас, прокатишь на нашей карусели. Лебеди, вертушки, паровозики, как говорится, карусели на любой вкус и цвет. Пройти мимо такого малыши не могут. Прокатить свое чадо на аттракционе не против и родителей. Однако мало кто задумывается, что детская забава может привести к серьезным последствиям. Сотрясение мозга, многочисленные ушибы и шок. Этим закончилась прогулка двухлетнего Глеба прошлым летом. Мальчик вместе с мамой ожидал своей очереди, чтобы покататься на детском аттракционе. В ожидании, когда подойдет персонал, который должен посадить, включить карусельку, порывом ветра упала верхняя часть карусельки в виде пальмы. Пала она на ребенка. Сотрудники поставили просто обратно эту верхнюю часть. И никто не подошел, ни помощь не оказал. Даже не разговаривали с мамой до тех пор, пока не пробежал я. Это произошло 27 августа прошлого года на площади химиков. На место ЧП вызвали полицию, скорую. Маленького Глеба увезли в больницу, где он пролежал несколько дней. По данному факту возбудили уголовное дело. По версии следствия, хозяйка карусели не соблюдала правила эксплуатации аттракциона. Предприниматель допустил аттракцион в работу без закрепления центральной высокой части в виде пальмы к подвижной опоре аттракциона специальными винтовыми соединениями. Ежедневное техническое обслуживание аттракциона не проводилось, и работники допускали с ней прошедшее обучение по безопасным условиям работы аттракциона, а также без инструктажа и проверки знаний и медицинского освидетельствования. Накануне в зале Череповецкого городского суда состоялось первое слушание по этому делу. По словам родителей пострадавшего мальчика, бизнесвумен даже не извинилась. Свою вину женщина не признает. Связаться с хозяйкой опасной карусели сегодня нам не удалось. Отметим, что случаи, когда дети получают травмы на аттракционах в Череповце уже были. Один из них произошел два с половиной года назад в парке имени 200-летия Череповца. На этом аттракционе «Кенгуру» 1 июня 2014 года с 4-метровой высоты упала 9-летняя девочка. Она получила серьезную травму головы. Возбудили уголовное дело. По версии следствия, причиной ЧП стали неполадки страховочной системы. Хозяйка этого аттракциона должна была выплатить полмиллиона рублей возмещения морального вреда, а также полностью оплатить лечение пострадавшей девочки. На возмещение морального вреда рассчитывают и родители Глеба. Сейчас они разыскивают свидетелей происшествия на площади химиков. Следующее заседание суда по данному делу назначено на 16 марта. Татьяна Жданова, Виталий Присмотров. Новости.